Выхожу на плент. Так, я бросаю флешку. Вот, появились, вот, акация здесь на банане. Террористы меня убрали, моя команда меня поддержит. Бомба находится на банане. Здравствуйте, меня зовут Олег, мне 63 года. Я играю в Констрайк. Я закончил военную медицинскую академию, сам военный врач. Прослужил на флоте, на Балтийском флоте, на Северном флоте. Медицинская специальность у меня психотерапия и психиатрия. Ну, Констрайк в нашу жизнь пришел, когда у меня дети были уже подросткового возраста. Они учились в старших классах школы. Я заметил, что они играют в какие-то стрелялки. Я им, в принципе, говорил, ребята, не пора ли заняться делом, учиться, заниматься спортом, девушке и так дальше. А вы сидите днями, теряете время за компьютером. Мне это не нравилось, я прятал от них сетевой шнур, чтобы они не играли. Тогда я познакомился с Констрайком. Я его не играл и буквально в 19-м году благотворительный фонд в жизни дал такое объявление, что желающие попасть в киберспортивную команду могут подать свои заявки. Я подал заявку, у нас пришло там человек 20. И отобрались 8 человек. 3 женщины и 5 мужчин. Мне тогда было около 60 лет. Мы 2 месяца активно тренировались. Эта тренировка проходила для того, чтобы на Комиконе, есть такое веселое мероприятие, встретились 2 команды Украины и Швеции, команды киберспортсменов-пенсионеров. Они проиграли 16-1. Нас тренировали трое тренеров. Молодые ребята, им в пределах 20 лет, 5 дней подряд приходили в течение 2 месяцев, занимались подготовкой Констракта. Я, допустим, когда пришел, я не понимал, как играть Констракт. Мне это было до этого неинтересно, как это. И когда я увидел, что нужно целиться, и мы пытались стрелять виртуального противника, я целился обычно в мушку, которая, ну, как у обычного оружия. И вижу, что я такой не попадаю. Я говорю, что за чертовщина, почему я целюсь, вроде должен попадать. Мне объяснили, вот точка, вот крестик. Вот этот крестик, смотри, не на мушку, а на крестик. Вот это будет твоя мишень. Самый молодой противник – это школьники. И порой, когда мы играем в соревновательные, ты слышишь либо девичий голос, либо ребячий голос, которые, ну, явно школьники младших классов. Но это было раньше. Сейчас у нас школьники практически не попадаются, потому что мы вышли немножко на другой уровень, и нам чаще встречаются ребята старшего возраста, 20-летние ребята. И когда они смотрят на наши аватарки, на наши фотографии, и видят там старичков, образно говоря, они удивляются. А это ваши фотографии, мы говорим. Да, вы не верят. Если это, допустим, русскоязычная аудитория, там очень много таких же бранных слов, и обзываний порой бывает, и так дальше. Пишут, а ваши деды воевали, к примеру, да? Или бывает, спрашивают, особенно, я говорю, это касается наших девушек, они, молодежь, чаще всего начинает подначивать. Вы в самом деле бабушка, а вам не жалко своих внуков? Ну, я выбрал ник очень простой. Каждый выбирал свой ник. Я думал, ну, как мне проще называть себя, для того, чтобы каким-то образом было и представительство, откуда я и кто я. Поэтому укроп, мне это понравился, ник. Очень просто расшифровывается. Украина, Олег Перетяка. Наша команда получила название Ageless Shooters. То есть, английское название, в переводе на наш язык, это Нестареющие Стрелки. Игра, в принципе, затягивает. Я могу сказать, что вечерами у нас инициатор даже девчата. Таскор и Валькирия, их нейми. Они звонят нам, ребята, вы будете играть или не будете? Команда собирается. И каждому говорят, что уже ты последний остался, приходи в команду. Приходится бросать, входишь в команду, включаешься в игру. Уже 10 часов. Уже больше времени. А девчата бы продолжают. Мы бы мстили, 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 как в анекдоте. Нужно себе отвезти, допустим, 2 часа игры или 3 часа игры. Сыграть 3 каких-то карты. Потом остановиться. Вот выходим на мидл, смотрим. Не видим никакого противников. Мы разговариваем на том языке, понятном, который для нас и для большинства игроков игры Constrike. Каждая карта имеет свою специфику, свои точки, свою географию. Допустим, карта Мираж, карта Инферно или карта ДАС-2. Для того, чтобы мы с тиммейтами, даже это слово, жаргон, членами команды, взятые из-за рубежа. Даже мы с тиммейтами, чтобы мы понимали, где мы находимся. Как нам действовать, мы должны называть конкретную точку, где мы находимся. Ну, плент. То есть, место, где ставится бомба, которую нужно защищать. Противник подбирает компьютер. Нет, это не боты. Это реальные люди, которые, так как и мы сидят дома, и просто машина свела наши команды для игры. Ну, за последние 90 дней, за 3 месяца, 218 игр. Из них 117 это побед, 15 ничей, 86 поражений. То есть, в принципе, побед пока больше, чем поражений. Вся статистика за 2 недели, за месяц. Какие наши показатели, сколько мы убили, сколько нас раз убили. Какие показатели и сравнить друг с другом. И нередко наши тренеры берут эту информацию для того, чтобы анализировать, есть ли прогресс в нашей команде. Одноготки относятся к моему увлечению по-разному. Некоторые считают, что это тоже пустое времяпрепровождение. Они ничего хорошего не приведут. Мы живем уже в новое время. И говорить, о, как было хорошо 20-30 лет назад, я думаю, что это неправильная позиция. То есть, человек живет в прошлом. А мы живем в настоящем. Мы живем сейчас в компьютерном мире. И жить только лишь телевизором или слухами, которые ты услышал от своего соседа, это уже не та жизнь, не тот уровень. И поэтому люди, которые работают с компьютером нашего возраста, это люди живут современной полноценной жизнью. Нужно каждому человеку стараться шагать в ногу со временем. Вон они выходят. Выходят. Вперед, бомбу мы выбили у них. Игра не такая уж простая, как она кажется. Потому что приходится человеку, во-первых, управлять виртуальным собой своим образом. Ты должен включить в себя не только зрение, но и слух. Ты в наушниках слышишь происходящее в бою. Ты слышишь, где ходят твои противники. Ты должен видеть одновременно и противника. И смотреть за информацией на карте, где располагаются твои тиммейты, то есть твои члены команды. Я как психиатр могу сказать, что для людей пожилого возраста это в какой-то степени включение новых нейронных связей в голове, которые происходят у человека. Потому что нужно одновременно работать и уши, и глаза, и моторика. И в итоге получается ты включен в виртуальную игру. С другой стороны, эта игра продолжает помогать мне взаимодействовать с моими детьми. У меня, допустим, два сына, которые раньше играли в детстве. Они и заходят в игру. Допустим, старший имеет свой компьютер, и мы можем, скажем, виртуально взаимодействовать и играть в одной команде с ним. Младший, когда приезжает в гости, говорит, пап, дай мне пострелять. Я говорю, нет проблем, бери, постреляю. Я знаю, что есть внуки и у других членов нашей команды. Тоже где-то этого возраста, где-то 6, уже 7 лет. И не буду называть его. Один наш игрок говорит, меня подсадил на контру. Он играл где-то года 3 до того, как команда возникла. Меня сын подсадил на контру. В ответ на это я посадил внук на контру. У них вся команда, у них и внук, и отец, и дед играют констрайк. Турниры вы смотрите по Мирспорту? Да, конечно. Когда у меня появляется ссылка того или иного турнира, допустим, буквально пару месяцев наша украинская команда Na'Vi выиграла и считается одной из лучших в мире, мы смотрели, практически все члены нашей команды смотрели за игрой, за этим турниром. и переживали за нашу команду, за команду Na'Vi. Поэтому мы смотрим, как играют другие. Это помогает нам в какой-то степени совершенствовать свою игру. Мы находим их изюминки, о которых мы даже не знали, о которых, допустим, тренер не рассказывал. И потом мы обсуждаем и пытаемся повторить это. Не всегда это получается. Для того, чтобы это получалось, нужно время тренировки, отработка этих действий. Но в любом случае, это очень полезно, когда мы смотрим, как играют, как соревнуются опытные команды. Что дает мне CS в моей 63 года? CS дает то, что у меня есть команда, с которой мы можем общаться не только во время игры, но и вне игры. С другой стороны, ConStrike позволяет мне в какой-то степени развиваться и осваивать новые компьютерные технологии. Дальше ConStrike позволяет развивать свои, ну скажем, те вещи, которые были бы утрачены, если бы я этим не занимался. А именно, микромоторика, это в какой-то степени развивает воображение, развивает память. Минус какой? Забирает время. Время забирает. Мне казалось, когда я стал пенсионером, что у меня сейчас наступит столько времени, что его будет некуда девать. А тут, наоборот, возникли новые увлечения. И увлечения, это и плавание, это здоровый образ жизни, это ConStrike, это другие разные увлечения, танцы, спектакли и многое другое. Поэтому мне очень жалко, что мне просто не хватает времени. И ConStrike забирает у меня это время. Быть человеком, который играет в ConStrike в 63 года, это человек 21 века. Я считаю, что ConStrike и человек 63+, они совместимы. Это ниточка связи с молодыми поколениями, которые лучше понимают, разбираются в компьютерных технологиях и в этих играх. С другой стороны, ConStrike для пожилого человека – это возможность нового общения, новой реализации самого себя. Многие считают, что возраст – это большой минус. А я считаю, наоборот, это дар, это то, что нам дано судьбой. Многих моих ровесников уже нет. Сколько нам осталось, неизвестно. Я считаю, что использовать возраст, в котором мы живем, очень важно, наиболее продуктивно. Я считаю, что это тоже продуктивное использование времени. Более продуктивно, чем смотреть просто телевизор, сидеть на лавочке, перебывать косточки молодежи, которая живет рядышком или сплетнями заниматься, лучше заниматься ConStrike. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok